Я один, Андреа. Что это с тобой? Уверяю тебя, я одна, Дарио. Слушаю. Перестань кричать, Андреа. Дарио. Я один, один. Я тебя не слышу, ничего не слышно. Не знаю, наверное, радио. Никакие не глупости. Нет, нет, нет. Андреа, ты можешь понять? Ты выслушать можешь? Ну, теперь мы можем поговорить. Хорошо, я не знаю. Лучше скажи, как погода? Ну, вот опять 45. Ну, пожалуйста, как тебе объяснить? На каком языке сказать? Ну, на каком языке? Я один. Один. Конечно, один. Нет, послушай. Нет, послушай, позаботься о себе. Повеселись, проведи хорошо время. Пока. Подожди, Флоренция, куда ты? Нет, она врет, все время врет. Одна ложь, сплошное вранье. Дарио. Ей придется объяснить, я из нее выжму ответ, пусть только явится. Прекрати, прошу тебя. Если тебя так беспокоит жена, лучший способ от этого отвязаться, делать, что хочешь. Здесь с тобой я. Дарио, я единственный человек, который всегда верен тебе. Потому-то мне и больно, что ты меня отталкиваешь, отодвигаешься время. Оставь меня в покое. Что с тобой? Я хочу быть один. Вот что. Один? Ты уверен? Я хочу сказать, если у тебя такое настроение, я могу позвать твоего друга. Может, тебе захочется побыть с ним? Не смей говорить со мной так. Не груби мне, Дарио. Перестань играть со мной и все время отталкивать. Не хочу видеть тебя таким несчастным. И не хочу, чтобы кто-то другой был для тебя важнее, чем я. Неужто я тебе не нравлюсь, Дарио? Это так? Разве нам плохо, когда мы вместе? А может, все-таки заткнешься? Почему бы тебе не покончить со всем этим? Зачем ты запер меня здесь? Чтоб говорить по телефону? Дарио, не создавай себе трудностей. Клянусь, я смогу заставить тебя забыть обо всем. Забыть Порт, Фернандо, Твою жену. Ну что такое? Ты не можешь от них отвязаться? Не можешь, Дарио? Что ты сказала? Что ты болтаешь? Убирайся отсюда! Дарио, я не хотела тебя обижать. Вон! Убирайся отсюда! Пожалуйста, умоляю тебя. Флоренция, прости меня, но прости же. Да, все в порядке, все в порядке. Я расстроилась не из-за тебя и не из-за того, что ты сказал ей. Я расстроилась потому, что это ужасно, Фернандо. Просто кошмарно. Я чувствую такое бессилие, такую злость и стыд, и ревность. Я ревную. Нет, нет, какая ревность? Причем тут ревность? Дорогая, ты единственный человек, которого я люблю. Единственный. Да, я знаю. Но ты спишь с ней каждую ночь вот на этой постели. Ей не приходится прятаться, чтобы поцеловать тебя, дотянуться до тебя. Ничего. И она ждет от тебя ребенка, Фернандо. Как я должна себя после этого чувствовать? Флоренция, прошу тебя, не плачь. Эта ситуация и меня сводит с ума. Когда я вижу тебя с Дарьевой, у меня кровь закипает в жилах от того, что я не могу обнять и поцеловать тебя. Я всегда был честным человеком. Я ненавижу ложь, не хочу скрываться от всех. Но если ложь это единственное, что нам осталось, чтобы быть вместе, я буду продолжать так жить. Любимая, я буду продолжать так жить. Да, да, я тоже буду. Тоже буду, но... Но, милая, мы должны примириться с этим. Должны перестать сердиться, ревновать, поддаваться гневу. Надо привыкнуть к этому. Другого выхода у нас нет. И как долго мы будем с этим мириться? Мы всегда на острие ножа, на грани того, что нас вот-вот поймают, Фернандо. Я скорее соглашусь рисковать, чем расстаться с твоими поцелуями, твоими ласками. Дорогая, я откажусь от чего угодно, от чего угодно, только не от тебя. Но тут я уже не знаю, что лучше. Просто не знаю. Не знаю. Нет, Андреа. Ты больше не можешь зря тратить время. Ты должна как можно скорее вернуться назад, в Мардель Плата, или ты потеряешь Фернандо. Они хотят увезти его у тебя, но он твой. Твой и ничей больше. Ты не позволишь кому-то увезти его. Никто не будет развлекаться с ним. Вы с ним будете очень счастливы вдвоем. И у тебя появится семья. Вы будете втроем. Все трое вместе. Не позволяй никому разбить твое счастье. А если кто попытается, уничтожь эту тварь. Кто бы это ни был, ты должна уничтожить ее. Селия! Позови Дарио, пожалуйста. Дорогой, это я. У меня села батарейка, я не могла связаться с тобой. Я была в магазине, поэтому было плохо слышно. Не выходи из себя, Дарио. Извини меня. У тебя что, никогда не садились батарейки в сотовом? Ладно. Так в чем дело? Что ты звонил мне? Да, все нормально. Все хорошо, не волнуйся. Я уже еду домой. Скоро буду. Ты хочешь знать, что поделает твоя подружка? Тогда сядь, я тебе все расскажу. Садись. Расскажи. Мы тут сидели, подтягивали напитки, и вдруг кто-то позвонил ей по сотовому. Да. Она выбежала отсюда и сказала, что пойдет навестить Елену. И? Она соврала мне, Хулито. Соврала. Потому что позже Елена с Роберто сами заявились сюда. Что ты им сказала? А что я должна была сказать? Спросила, почему с ними нет Флоренсии. Ты что, дура, Мартино? Нет. А что? Мартино, о чем ты только думала? Как ты могла спросить такое? Слушай, если вы двое не расскажете мне, что задеваете, то и не жалуйтесь, что делаю что-то не так. Скажи мне, что задумала Флоренсия? Где Роберто с Еленой? Откуда мне знать? Как ты не знаешь? Что ты хочешь сказать? Куда они пошли? Говори, куда? Нет, сеньора, вашей дочери нет дома. Где же она? Не знаю. Она не сказала, куда идет? С тех пор, как Баска в этом доме, сеньора Флоренсия со мной едва говорит. Елена. Здравствуй, дорогой. Как вы, Дарьё? Привет, тесть. Разве Флор не у вас? Нет. Уже второй человек говорит это, Елена. Я понятия не имею, где она. Знаю, что она пошла по магазинам, но предполагалось, что позже она зайдет к вам. Надеюсь, это простое недоразумение. Я тоже надеюсь. Я весь день не видела свою дочь, но меня особенно удивляет, что и Мартино говорит, что она пошла ко мне. Вот что удивительно. Где же эта женщина? Где она? Вот и она. Где ты была? Привет. Мама. Привет, дорогая. Здравствуй, милая. Привет, папа. Я же сказала тебе, где я. Ложь. Дарио, пожалуйста. Так ты не была у родителей после магазинов. Даже Мартино думала, что ты пошла к нам. Так я и собиралась сделать, но не получилось. Ах, не получилось. У нее, видите ли, не получилось. Вы слышали? А что может быть важнее посещения родителей? Во-первых, не ори на меня. Я же не ору. Я пошла за покупками. Это отняло больше времени, чем я думала. Вот я и не пошла. В чем дело? И я должен тебе поверить. Ну уж, это твоя проблема. Веришь ты мне или нет? И не разыгрывай мне тут сцены ревности. Ну ладно, детки, не надо. Лена, не вмешивайся. Я вмешиваю, чтобы они не подрались. Не надо, не надо. Дорогая, мы просто волновались за тебя, понимаешь? Мама, я взрослая, замужняя женщина. Могу уходить и приходить, когда мне вздумается. Ничего со мной не случится. Никто не собирается меня похищать. Так долго шлялась по магазинам? А ты когда-нибудь шлялся? Ты понятия не имеешь, что это такое. Дай мне посмотреть. Дай мне сюда свои сумки. Коробки. Что там еще у тебя? Уверен, ты могла бы хоть что-нибудь показать, уж если так долго таскалась там. Просто не верится. Во что не верится? В твое недоверие? В чем дело? Я хочу посмотреть, что ты купила. Или это такой секрет, что не хочешь мне показать? Дарио, а если это подарок для тебя, сюрприз? Нет. Нет, никакой это не секрет. Вот. Вот, все, что лежит в багажнике. Полный багажник. Вот, иди. Иди, посмотри. Дети, хватит вам воевать из-за пустяков. Нет, мамочка, это не пустяк, когда муж так ревнует меня. Он ревнует, потому что любит тебя. Да, любит, очень любит. Если бы любил, доверял бы мне. Ладно, я извиняюсь. Прости меня, Флор. Извини, что не поверил. Давай больше не ссориться, хорошо? Хорошо. Если не будешь меня провоцировать. Любимая. Встретимся через два часа. Мне еще надо кое-что сделать. Адрес у вас есть? Да, я знаю. Ладно, тогда я жду вас. И спасибо, что позвонили именно мне. Мне сказали, что вы лучший. А я имею дело только с лучшими. Антонио, вы должны стать сильным. Вам необходимо быть таким, как прежде. Вы должны помочь мне остановить безумие вашего сына. Вы нужны порту живым и здоровым. Хорошо. Попытайтесь еще. Очень хорошо. Держитесь за меня. Не спешите. Медленно. У нас полно времени. Я помогу вам. Не спешите. Поднимайтесь, не торопясь. Давайте, сеньор Антонио. Вы можете это сделать. Вы можете. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Правильно. Вот так, Антонио. Очень хорошо. Вот правильно. Без меня. Ну, давайте. Давайте. Хорошо. Не бойтесь. Вы, как всегда, сможете это сделать. Вы сможете. Медленно. Вот так. Нет, нет, нет. Нельзя сдаваться. Давайте еще шажок. Хорошо. Видите? Видите, я вас не держу. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо, Антонио. Прекрасно. Ну, видите? Хорошо. Просто отлично. Замечательно. Давайте помогу. Очень хорошо. Очень, очень хорошо. Сеньор Антонио. Все хорошо. Прекрасно. Хорошо. Вот видите, вы сумели. Поздравляю. Ну, ладно. Хорошо. Хорошо. Никто. Никто? Никто не должен знать, что мне лучше. Никто. 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 Даже... Даже... Даже Флор. Хорошо. Знаешь, меня сейчас волнует только Флоренция. И, по правде, единственное, в чем я уверен, это в нашей любви. Но этого недостаточно, чтобы покончить со всем этим напряжением. Я просто не знаю. Ревнуешь? Скажи мне правду. Только всю правду. Когда ты с ней, пусть даже ненадолго, разве ты не забываешь все неприятности, не чувствуешь, будто плывешь по облакам? Точно. Правда? Тогда держись за это. Что бы там ни случилось, не отказывайся от своего. Да, Ренса, я бываю счастлив только с Флоренцией. Не знаю, имеет ли это для тебя какое-нибудь значение, но... Я хочу, чтобы ты знал, что ты можешь рассчитывать на меня. Я... Я хочу, чтобы ты знал, я с тобой. Спасибо, Ренса. А теперь мне надо сходить в порт, узнать, как там дела. Мы уже подписали контракт с верфью. Они, конечно, будут представлять рыбаков. А идея состоит в том, что... Извини меня, но неужели ты весь день будешь говорить о делах? Само собой. Мама, он говорит о чем-то стоящем. Позволь ему высказаться. Но это же совсем не к месту. Элена, прошу тебя. Это семейная встреча, а не деловой визит. Ладно, ладно. В конце концов, Элена права. Наконец-то. Ну? Так когда? Что когда? Дорогая. Когда вы подарите нам внука? Ну-ка. Мама, но сейчас... Вероятно, раньше, чем мы думали. Да, Рио, я так надеюсь. Мы с Роберто умираем, как хотим иметь ребеночка в семье. Правда, Роберто? Да, но давайте договоримся. Если будет мальчик, мы назовем его Роберто. Думаю, сейчас не самое подходящее время говорить об этом. Почему нет? Мы с твоим отцом выбрали для тебя имя в день нашей свадьбы. Да, и еще одно. Я собираюсь купить ребенку весь гардероб. И заранее вас предупреждаю. Что бы вы там ни говорили, я буду ужасно баловать малыша. А для чего же тогда бабушка с дедушкой? А если родится девочка? Мой дорогой Дорио, да какое это имеет значение? Лишь бы родился ребеночек. Я уверена, Флоренция будет замечательной матерью. Только прошу, не затягивайтесь этим. Извините. Сеньор, вас просят к телефону в кабинете. Хорошо, не волнуйтесь. Вы увидите, как скоро мы все будем счастливы. С вашего позволения. Такой работяга. Идем со мной. Хулита, вот и все в сборе. Вся семья вместе. Селия, принеси Хулите чашку чая. Хорошо. Да, поговорите с моей секретаршей. Это все равно, что говорить со мной. Отлично. Тогда я с нетерпением буду ждать ваш факс. Мой отец, ну все так же, выздоровление пока не светит. Хорошо. Большое спасибо. Спасибо за внимание к нему. Пока. Стелла. Это банковские бумаги, Дарьо. Я не хочу, чтобы ты выходила из себя. Думаешь, я выхожу? Давай, измени личика. Оно у меня одно. Не отвечай мне такими детскими фразочками. Ты не ребенок. А ты перестань обращаться со мной, как раньше. Я в последнее время очень нервничаю. Ты должна понять это. Это не дает тебе права делать, что вздумаешь. Это дает мне право поступать, как я хочу. Я имею право делать, что угодно. Схватываешь? Стелла. Перестань злиться на меня. Ты же знаешь, что ты очень мне нравишься. И знаешь, как мне приятно бывать с тобой. Я привел тебя сюда, потому что хочу помочь тебе. И как ты собираешься мне помочь? Ты все еще согласна вместе со мной уничтожить Фернандо? Да или нет? Да или нет? Да. Серьезно? А почему? Зачем тебе это? Потому что Фернандо вечно отвергает меня, как женщину. Ты знаешь, я любила его. Он был для меня всем. Я мечтала о нем. Ясно. Что тебе ясно? Ты не существуешь для него. Он никогда не видел в тебе женщину. А всегда смотрел на тебя, как на невинную девчонку. Он тебя никогда не хотел. Ты говорила об этом, как напилась. А что ты для этого сделала? К чему ты клонишь, Дарьо? Дом плевать хотел на твои мечты и желания. Вот это ты и не можешь ему простить. Почему ты без конца напоминаешь мне об этом? Потому, Стелла, что ты злишься на меня. Вместо того, чтобы показать ему, кто ты такая. А именно это ты должна сделать, помимо того, чтобы развлекать меня. Ты не спрашиваешь, хорошо ли мне с тобой, Стелла. Я придумал кое-что, что поможет нам обоим. Что это? Дай мне всё обдумать. Когда я буду знать, как и когда, я скажу тебе. Обязательно. Ну, люди говорят... И что говорят люди, Элена? Не знаю, стоит ли это открывать. Скажи, Хуллита, ты не обидишься? Да нет, вряд ли. Элена, если ты думаешь, что Хуллита может обидеться, зачем говорить об этом? Потому что я хочу знать правду. А что может быть вернее, чем узнать это из её уст? Какую правду, Элена? Ну, говорят, ты встречаешься с сыном того рыбака? Рыбака? Да. Хуллита, и ты говоришь это так открыто? А почему бы и нет? Мне приятно с ним видеться. Элена, оставь девочку в покое. Замолчи. Не вмешивайся в чужую жизнь, прошу тебя. Если тебя не волнует жизнь подруги твоей дочери, то меня очень... Послушай, Хуллита, ты ведь образованная девушка, верно? Что тебе делать с человеком, который только и умеет... Что таскать рыбу из океана? Флор, послушай меня, поговори с ней, ведь ты её подруга. Что ж, я думаю, так же, как сказал папа. Ты не должна вмешиваться в чужую жизнь. Ещё одна. Хуллита счастливая, оставьте её в покое. Дарио, у тебя нет друга, которого ты мог бы познакомить? Элена, я не нуждаюсь, чтобы кто-то знакомил меня с кем-то. Не нужно, честное слово. И более того, я думаю, он любовь всей моей жизни. Он такой милый. Как-нибудь на днях я приведу её к вам на обед. Хотите? Не приведи, господи. Пойдём, Элена. Не видишь, я разговариваю с Хуллитой. Да, вижу, но думаю, тебе больше нечего сказать. Не надо быть таким грубым. Я не грублю, дорогая, идём. Вот так? Да. Через пару часов увидимся в баре. Но всё готово. Вам не надо ещё что-нибудь? Не беспокойтесь. Вы получите свои бумаги. Человек-море. Но... Никаких «но», Стелла, Морис. Тебе что, не нравится мой план? Нравится. Тогда нам незачем о нём говорить. Ты пойдёшь туда, когда никого не будет, вокруг, и сделаешь то, что я сказал. Ясно? Вполне. Рад это слышать, Стелла. Теперь ты будешь иметь удовольствие получить его, а я буду рад окончательно испортить жизнь этому гаду. В чём дело, Стелла? Собираешься сидеть здесь весь день? Давай, убедись, что там никого нет. Да оденься потеплее, там очень холодно. Вот. Эдуардон! Просто не представляю, как я выпуталась на этот раз. В какой-то момент я просто не знала, что сказать. Как всегда. Хулита. Но это правда, увы. Не знаю, за что Мартина сделала мне такое. За что? Она ревнует. Что ты рассказываешь мне все, а ей ничего. Я не могу ей рассказывать, что я скажу. Да знаю, Флора, это очевидно. Но она-то не знает. Да. И тем не менее, она не должна была устраивать этот скандал. Конечно, в том-то и суть. Если бы она слегка задумалась, ну ладно, кончаем с этим, хорошо? Дарио не догадается. На этот раз. Но это всегда так, Хулита. Мы всегда на острие ножа, где-то на грани, что Дарио вот-вот поймает нас. Жить так ужасно, отвратительно, нетерпимо. Клянусь тебе. Столько лжи, столько страха. Но зато с любовью. Всегда с любовью, правильно? Да, и с такой большой. Это единственное, что помогает мне держаться. Привет, Клаудио. Должно быть, тебе нелегко иметь такую сестру. Но ты должна быть сильной. Бог укрепит твой дух, чтобы покончить с несправедливостью и болью. Что ты пялишься на меня вот так, а? После того, что ты сделала, Андреа, ты убила мужа, подстроила беременность. Как ты могла это сделать? Ты должна умереть от стыда. Ну, конечно, сеньоры не имеют совести. Поэтому ты не должна чувствовать себя виноватой, что бы ни совершила. Можно войти? Входи, входи. Спасибо. Странно мне как-то. Входить сюда посетителем. Как идут дела? Прекрасно. Прекрасно. Садись, пожалуйста. Спасибо, ты очень добр. Твой отец был очень умным насчет подбора хороших людей. И пока здесь есть работа, все будет хорошо. А как ты? Помогаю, Фернандо. Это дело не для меня. Но я там, где есть хоть какая-то работа. Ну, что тебя привело сюда? Две разных вещи, Франко. Одна насчет дела, которое я хочу предложить тебе, а другая насчет небольшой проблемы, которая у меня возникла с твоей дочерью. С моей дочерью. С моей дочерью? Да. Стелла странно ведет себя в последнее время. Она куда-то звонит и вешает труху, когда я вхожу. Знаешь, Франко, твоя дочка стала какая-то дикая в последнее время. И не так-то просто вправить ей мозги. Да, верно, это я знаю. Мне кажется, это серьезно. Правда. Потому что я пытался поговорить с ней, но она не отвечает. Это должно быть сердечные дела и большой секрет. Ты не волнуйся, если я что услышу, я приду и скажу тебе. Я очень признателен за то, что ты делаешь для нее. Не стоит благодарности, Франко. Стелла для нас как член семьи. Ну, а насчет дела у меня есть к тебе предложение. Я очень много думал об этом. Слушаю. Да. Так вот, и решил не связываться с проектом, касающимся порта. Я это не потяну. Но у меня есть немного денег от продажи верфи. И я хотел бы их вложить. И что ты предлагаешь? Я предлагаю тебе, Франко, сделать мне судно, чтобы я мог начать свой собственный флот. Ты собираешься рыбачить? Я же в рыболовстве всю жизнь. Это мой мир, Франко. Поговори об этом со своими людьми и... Позвони мне завтра. Все в порядке? Лучше не бывает. Предлагаю ТОС. Раз и навсегда, да будет в порту успех. Ура! Ура! Ребята, извините меня, но мне пора. Иди, заплатите. Точно. Джеком заплатит. Ага, да, как же. Постой, постой. Я хотел минутку поговорить с тобой. Не беспокойся, я не слишком тебя задержу. Знаешь, что я больше не хочу, чтобы нас что-то разделяло. И более того, собираюсь поговорить с Баской, чтобы она прекратила это, перестала все время воевать с тобой. Она всегда так любила тебя. Я знаю, что она меня любила, но я не пойму, с чего это ты так переменился. Сам не знаю, в порту наступил мир, так что и нам пора помириться. Хватит уж, чего нам грызться, как кошки с собакой. Хорошо, ладно, Эдуардо, увидимся. Постой, постой, я думал, мы выпьем вместе по чашке кофе. Нет, спасибо, мне надо идти. Только и знаешь, пора бы нам сесть и поговорить. Это на общее благо. Как думаешь? Не знаю, как скажешь. Пока. Пока. Пока, ребята. Пока. Фернандо? Кто это? Эдуардо. Фернандо там? Спасибо. Ферр, как ты? Слушай, дела тут слегка осложнились. Мне придется остаться еще на несколько дней. Нет, нет, ничего серьезного, дорогой. Все расскажу тебе дома. Крепко целую. Пока. Пока. В аэропорт, пожалуйста. Спи крепко. Увидимся завтра. Баска. В чем дело? Что тебе? Помоги мне убежать отсюда. СТЕЛА Стелла, что ты здесь делаешь?